Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Горячая пора для коммунальщиков. Город готовит к предстоящему отопительному сезону. Инженеры рулят стандарты WorldSkills, внедрят на предприятиях Самарской области. Бизнес-вумен по имени Жанна. В Самаре состоялся предпремьерный показ нового спектакля. В Самарской области могут появиться первые тракторы Кировец с коробкой автомат. Губернатор Николай Меркушкин и директор одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники Сергей Серебряков подписали соглашение о сотрудничестве. Губернатор подчеркнул, для сельчан региона очень важно тесное сотрудничество с производителем техники высокого класса. ПТЗ – дочернее предприятие АО «Кировский завод». Единственный в стране производитель мощных колесных сельскохозяйственных тракторов. Визитная карточка завода – трактор Кировец. Модель постоянно совершенствуется. Только за прошлый год внесено более 300 конструкторских изменений. Мы первый завод в истории России, который в ноябре прошлого года вместе с Минпромторгом торжественно открыл производство автоматизированной трансмиссии. То есть в нашем тракторе больше нет рычагов, есть джойстик и кнопки. Сейчас технологии. Наши. Сами разработали свои? Три года разрабатывали. Сами разработали. Это серьезный шаг, большой, для полного автомата. Запасать тепло на зиму для коммунальщиков – это огромная работа. Специалисты готовят город к предстоящему отопительному сезону. Проверяют дома, проводят профилактику котельных и перекладывают теплосети. Каждую неделю представители городской власти выезжают на место, чтобы проверить, как идет подготовка к зиме. Марина Матвейшина тоже посмотрела, стоит ли самарцам ждать коммунального рая в морозные дни. Теплообменник в котельной разбирают на составные части. Каждую пластину сначала споласкивают водой, потом убирают с них накипь. Пластины теплообменовый оборудованный, засыпанные специальной кислотой. После того, как они определенное время полежат здесь, на них отойдет все кальцевые отложения. После этого их уже промоют чистой водой и будут собирать теплообменное оборудование в рабочем состоянии. Перед началом отопительного сезона котельные проходят планово-предупредительный ремонт. Чтобы зимой жители не остались без тепла, летом все отопительное оборудование проверяют и готовят к работе. Сейчас специалисты закончили промывку теплообменника, который обеспечивает дома горячей водой. В профилактике подвергается вся электрика, газовое оборудование и система холодного водоснабжения. Одновременно с котельными к зиме готовят и дома. По итогам, каждый из них получает паспорт готовности к зиме. Ускорите процесс выдачи этих паспортов, район возьмите на контроль. И, соответственно, вам активизировать работу по внесению в систему электронного жопета. Ну, я вот, при этом деле выяснил. Да, да, соответственно. Поэтому здесь на контроль этот момент берите. Ну, и если вы говорите 63 дома, а прессовано промыто 28, поэтому здесь тоже вам необходимо активизировать работу. К работе в холода готовят и теплосети. Перекладку труб в центральной части города уже завершили. Здесь в первую очередь, чтобы дорожники могли спокойно приступить к ремонту улицы. Сейчас активная работа по перекладке сетей началась в Октябрьском, Промышленном и Кировском районах. На пересечении Солнечной и Димитрово меняют тепломагистраль диаметром 500 миллиметров. Прошедшей зимой на этом участке была авария, из-за чего несколько многоэтажек некоторое время находились без тепла. Кроме того, на этом месте будут строить новую дорогу в направлении к стадиону. Всего в этом году планировали переложить 16 километров теплосетей, что уже вдвое больше, чем в прошлом году. Но в процессе добавляются все новые участки. Сейчас, так как еще проектов точных нет, пока идет согласование с администрацией города, с Минэнерго и с нашим московским руководством в отделении этих средств, то есть там еще дополнительно, я думаю, где-то, наверное, около 7-8 километров допом будет. Поэтому в этом году, если все сложится оптимистично, мы побьем все рекорды перекладок тепловых сетей в городе Самара, которые вообще когда-либо были. Городские власти контролируют все этапы подготовки города к отопительному сезону, чтобы зимой в домах самарцев царили тепло и уют. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. Экскурсоводы, волонтеры, кондукторы. Английский язык в период подготовки к Мундиалю становится стратегически важным предметом. Масштабная программа обучения реализуется в Самаре. Школьникам преподают краеведение на русском и английском языках. Каждый, кто будет принимать участие в организации игр чемпионата мира, сможет рассказать иностранным гостям о своем городе. Овладеть разговорным английским смогут и те самарцы, которым в силу профессиональных обязанностей приходится общаться с людьми. Для них разработана специальная программа краткосрочных курсов. За парты садятся специалисты сферы обслуживания, водители автобусов, таксисты и полицейские. Нас просят обучить несколько групп федеральных полицейских. Поэтому мы поделились с министерством образования. Часть групп взяли они, часть групп взяли мы. И договорились, что на базах наших больших крупных школ с углубленным изучением английского языка по одной группе полицейских мы возьмем, благотворительно обучим. Тема очень важная. Действительно, мы должны подготовить специалистов таким образом, чтобы минимальные языковые барьеры возникали. А лучше, чтобы их вообще не было. Поэтому есть категории граждан, которые обязаны знать английский язык. Стандарты WorldSkills планируют внедрять на предприятиях Самарской области. Об этом на круглом столе говорили представители Министерства образования и труда и занятости с топ-менеджерами промышленных гигантов и директорами технических учебных заведений. Обсуждали нехватку квалифицированных кадров в сфере промышленности. И пытались найти пути решения проблемы. Внедрение регламентов и стандартов WorldSkills будет способствовать повышению уровня профессиональной подготовки молодых специалистов. Кроме того, необходимо развивать систему наставничества на предприятиях, чтобы ребята получали не только теоретические знания, но и практиковались в выбранной профессии. И в первую очередь речь идет, конечно, об инженерных специальностях. В WorldSkills, во всяком случае, в нашей стране, я думаю, что, наверное, это как бы, ну, правильный, в этом есть интерес, это не только профессии, относящиеся к среднему специальному образованию. Достаточно много профессий, особенно те, которые высокотехнологичные, и те, которые мы относим к профессиям будущего, к FutureSkills, это именно профессии, конечно, в большей степени инженерные. Поэтому я думаю, что, например, в этом году на хай-теке будем достаточно много вводить и инженерные специальности. 55 человек получили гранты на реализацию своих проектов, победив в конкурсе на молодежном форуме Иволга. Ребята уже приступили к работе. Изначально на юбилейную пятую Иволгу было представлено 2000 разработок. После отбора на федеральный этап вышло чуть более 300. Проекты касались самых разных сфер. Это и сельское хозяйство, и компьютерные инновации, искусство, спорт и волонтерство. Оценивали стартапы 180 экспертов, среди которых представители российской власти, космонавты и герои России. В 10 дней самые талантливые молодые люди при Волжску у федерального округа проходили образовательные программы и просто хорошо проводили время на Мострюковских озерах. В этом году больших успехов достигла самарская делегация. То есть, в принципе, мы превзошли планку предыдущих лет. Если традиционно в прошлые годы где-то мы от 12 до 14 призовых мест брали, то в этом году самарские ребята взяли 15 различных мест. Это гранты первой степени по 300 тысяч рублей, второй, третий, соответственно, по 200 и 150 тысяч рублей. И значительное количество поощрительных призов, в том числе поездок в звездный городок, в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. Далее коротко о других событиях дня. В Новокубышевской настройке рухнул гусеничный кран, пострадал рабочий. Очевидцы сняли видео на месте происшествия. Инцидент произошел на улице Свердлова. В результате происшествия рабочий сломал ногу. Его госпитализировали в больнице. Следователи сейчас выясняют обстоятельства ЧП. Апелляция облсуда не стала отменять запрет на госслужбу для экс-депутата Гордумы Самары Сергея Богданова. Напомним, Богданов до апреля 2010 года, работавший гендиректором некогда входившего в группу ВБМ Самарского резервуарного завода, был осужден осенью 2013 года к трем годам колонии. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. Большую часть своего тюремного срока экс-депутат провел в больнице областного ГУФСИН. Когда срок основного наказания закончился, Богданов решил попробовать избавиться и от дополнительного наказания – трехлетнего запрета на работу в госорганах. Но ему это не удалось. На стадионе Самара-Арена начали устанавливать мачты освещения. На данный момент готовы уже две единицы конструкции. Всего их должно быть 14. На объекте работают почти 2000 человек. Четверть из них занимается монтажом металлоконструкции, остальные – на отделке, монолитных работах, устройстве стен и перегородок. Напомним, стадион Самара-Арена возводится к предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в 11 городах России, в том числе и в Самаре. В Красноглинском районе построят новый грузовой порт. Региональное министерство транспорта объявило аукцион по поиску подрядчика. Он должен будет провести инженерно-геодезические изыскания, просчитать ущерб водным биологическим ресурсам. Место расположения будущего порта ограничено с запада рекой Волгой, с севера-запада – устьем реки Сок, с севера – индивидуальной частной застройкой, с юга и востока – естественным горным рельефом местности. Общая площадь составит 68 гектаров. Сотрудники Росавиации с воздуха проверили ход строительства второй взлетно-посадочной полосы аэропорта Курумыч в Самаре. Сейчас на объекте трудится 318 человек и 107 единиц техники. Специалисты уже завершили монтажный и пуск наладочной работы. Напомним, что реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Курумыче планируют завершить до конца года. На эти работы выделили 12 миллиардов рублей. После введения в эксплуатацию Самарскому аэропорту присвоят третью, самую высокую среди региональных аэропортов, категорию. Аналогичный рамк имеет столичный аэропорт Шереметьево. Бизнесвумен по имени Жанна. В Самарском театре драмы зрители порадовали новым спектаклем. Современная пьеса Ярослава Пулинович, Жанна – это история о сильной женщине с непростой судьбой, о любви и предательстве. Премьера назначена на 29 и 30 июня. И под занавес уходящего сезона на предпремьерном показе побывала Марианна Мирная. Она сильная и настоящая всего добилась в жизни сама. Заслуженная артистка России Елена Лазарева. Она же бизнесвумен из пьесы молодого автора Ярослава Пулинович – Жанна. Режиссер спектакля – тоже молодая выпускница из Петербурга. Мария Селедец – одним словом, это совершенно женский взгляд на извечные вопросы, кто виноват и что делать. К сожалению, о том, что такое счастье, человек понимает тогда, когда все почти теряет. И то, что ненависть и месть не являются определяющими в нашей жизни, и даже если ты богатый, можешь купить, как тебе кажется, все, к сожалению, ты никогда не купишь любовь, понимание и какие-то такие вещи, которым героиня, наверное, мы ставим многоточие, приходит в конце спектакля. Актеру Денису Евневичу роль молодого любовника, главной героини, давалась непросто, можно сказать, на преодоление. С самим собой ни одной общей черты, говорит Денис. Тем сложнее было оправдать и тем более полюбить своего персонажа, который вовсе не герой нашего времени. Я пока не нашел для себя ответа на вопрос, кто же сегодняшний герой. Психотип сегодняшний определенный очень четко. Это, я говорю, инфантильный такой человек, который плывет по течению. Но, говорю, для меня это не герой. Новая драма порой тяжело дается актерам, которые большую часть жизни привыкли играть классику. Черноту и негатив современной драматургии они сами пытаются переработать так, чтобы дать зрителю надежду на светлое будущее. Вот так через тернии к звездам, говорит актер Виктор Мирный, и шутит. Спектакль ставить, что клюкву собирать. Мы когда-нибудь клюкву в Карелии собирали, там ведь клюква, и вот там особым сачком собирают, и по кочкам, по вот этим, вот они такие болотные кочки, и вот по ним так оп-оп-оп, и вот, ну или как по тонкому льду, можно иначе выразиться. Но где-то так, ну вот, находим точки соприкосновения. И смех, и слезы, и любовь, как в настоящей жизни, в героях спектакля Жанна легко можно узнать соседа, друга или родственника, а может и себя. И несмотря на неопределенную концовку спектакля, мораль проста. Как ни крути, завтра будет новый день. Марьяна Мирная, Константин Головин, События. Самарская набережная отмечает неофициальный день рождения. В конце июня, 165 лет назад, губернская строительная комиссия поручила архитекторам обустроить спуск к реке Волга. Изначально набережные Волги и Самары не рассчитывали сделать местом отдыха горожан, а отводили под пристани хлебные амбары, рынки, склады и биржи. Так продолжалось до 30-х годов прошлого века, когда исключительно хозяйственную набережную решили переделать в зону отдыха. Именно тогда набережную разделили на четыре очереди. Первая начиналась на Вилоновской, а четвертая заканчивалась в Силикатном овраге. Всего чуть более 4-х километров. На каждом отрезке расширили прибрежную полосу, укрепили берега, провели озеленение и устроили пляжи. Набережная – один из символов Самары, любимое место отдыха и развлечений жителей и гостей города. В предыдущие годы поэтапно были реконструированы вторая и третья очереди набережной. Сейчас приводят в порядок четвертую. Работы планируют завершить весной 2020 года. А вот какие репортажи сейчас готовятся к эфиру. Отучились на медаль. Губернатор сегодня поздравит лучших выпускников школ. Как вовлечь инвалидов в общественные процессы обсудят на встрече в Самарском рекотделении «Единой России». Новая туристическая достопримечательность. Самарские умельцы создают парк развлечений своими руками. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся!